Всю зиму мучились, топ-пазы заключили договоры, они нам с опозданием поставляли уголь. Да какое еще? Одна пыль, никакого тепла. Пришлось докупать твердое топливо. Сельчане, занимающиеся предпринимательством, испытывают трудности. Они седут, что вести хозяйство стало делом убыточным. Повышение цен на воду, природный газ и электричество для юридических лиц – ноша непосильная. Хватает оплатить комуслуги и выплатить зарплату. На развитие средств совсем не остается. Природный газ – дорогое, электричество – тоже дорогое удовольствие. Это при том, что мы, чтобы сэкономить, работаем в ночное время. Уговариваете развивать предпринимательство – тогда окажите реальную помощь, а то все на словах. Государственные программы, говорят, реализуются на местах в поддержку хозяйству. Где эта поддержка? Кто ее видит? Жители Тулебийского района неоднократно просили руководства региона, чтобы при составлении плана развития учли климатические особенности края. Природа Тулебийского района уникальна. Здесь можно заниматься производством кумыса. Земля позволяет выращивать интенсивные сады, в частности, посадка яблонь сорта опорта. По всем параметрам наш район подходит для выращивания опорта. В виде эксперимента мы согласны включиться в работу для реализации проекта. На предстоящей сессии планируется рассмотреть вопрос развития сельского хозяйства в регионе. Поэтому члены постоянной комиссии по развитию сельских территорий и природопользования областного Маслихата встретились с жителями села и в районе провели выездное заседание. Специально приглашенные руководители финансовых институтов и областных управлений из уст самих предпринимателей услышали важные проблемы. Уговорили заниматься интенсивным садоводством. Хотел взять кредит – не дают. Говорят, залог необходим. Я говорю, сады возьмите в залог. Не хотят. Объясняют отказ. Вдруг не будет урожая. Не поймешь, для кого созданы эти финансовые институты. Я ветеринар. У нас в районе нет своего здания. На всех уровнях ставили этот вопрос. Но ВОЗ и ныне там. В этот раз обращаемся к депутатам. Помогите. Нам нужны приемные пункты. Некуда сдавать продукцию. Нужны заготовительные пункты. Сейчас создаются кооперативы. Также необходимы МТС. Говорили о льготах на удобрение, о необходимости ремонта каналов. Сельчане возмущались тем, что правила выдачи субсидий все время меняются. По желанию Министерству сельского хозяйства одно. Не нужно никаких посредников. Поддержка должна быть реальной, напрямую. Все устали от лозунгов. Пора бы и делом заняться. Шанару Уразова, Амантай Ульбеков, Камила Сайфулина. Информационная служба телекомпании ОТРАР.